50 лет спустя Голливуд снова чествует Софию Лорен. После Оскара за лучшую женскую роль в иностранном фильме в 61-м и почётного Оскара за карьеру, богатую запоминающимися ролями в 91-м, в Американской киноакадемии в Беверли-Хилл собрались её коллеги, чтобы выразить восхищение одной из самых красивых актрис 20-го века. «Моя история похожа на сказку», — заявила на церемонии 76-летняя актриса. «Моё восхождение было постепенным, шаг за шагом. Сначала благодаря помощи матери, потом мужа, Карла Понти. Мне выпала возможность сняться в прекрасных картинах, которые принесли мне всемирный успех». За плечами у Софии Лорен действительно впечатляющая карьера. Она обладательница почётных премий всех основных кинофестивалей Каннского, Венецианского, Московского, Берлинского, лауреат «Пяти золотых глобусов». За 60-летнюю карьеру она снялась в 80-ти лентах. «Она просто богиня», — заявил Джон Траволта. «Это лицо, это фигура, это талант, это страсть, это фигура, этот голос, это фигура. Я уже говорил про фигуру?» София Лорен сыграла со всеми героями-любовниками Голливуда, от Энтони Куина и Керри Гранта до Марлона Брандо и Жана Габена. Однако в полной мере актёрское дарование её открыл итальянский режиссёр Витторио де Сико. Наиболее значительные роли сыграны Софией Лорен в фильмах этого режиссёра. Вершиной актёрского мастерства критики считают исполнение ею роли матери в «Чучаре» — неореалистической картине, снятой в 61-м году по роману Альберто Моравиа. Выразительность и органичности Софии Лорен произвели огромное впечатление на американских кинокритиков, присудивших ей заветный «Оскар». Редактор субтитров А.Сёмкин